Всем привет! Вы на канале Роман с Хайкем. Друзья, сегодня будем говорить про восточное противостояние, которое прошло 22 февраля в Екатеринбурге между местным автомобилистом и Салаватом Юлаевым. Ну а прежде чем перейти к самому матчу, хочу обратить ваше внимание на фон на моем столе. Вот все эти подарки мы сейчас разыгрываем в моем телеграм-канале. Поэтому по ссылке в закрепленном комментарии на Ютьюбе или в описании этого видео ВКонтакте находите эту ссылку, переходите, участвуйте и побеждайте. Игра началась очень интересно. Особенно хочется обратить ваше внимание на эпизод с участием Хмелевского, который вот здесь потерял свою клюшку и поехал к воротам голкипера Мацена просто без клюшки, как будто по футбольному. Может он Лигу чемпионов пересмотрел вчера, там Реал с Ливерпулем играли, но в любом случае такое очень нечасто встретишь. И я думаю, что Саше тут надо было продолжать идти вот так, ведя именно коньками шайбу, бросить ее по воротам. Вратарь бы отбил, а глядишь, партнер бы доехал и добил. Ну да ладно, это так, шутка юмора. Вообще надо сказать, что на Востоке идет бескомпромиссная борьба не только за восьмую строчку, да, там Трактор, Нефтехимик, Амур, но еще и за как можно высокую позицию, именно вот высокий посев. Акбарс уже первый, а другие команды, в том числе как раз Автомобилист и Салават, могут занять место со второе по шестое. И это напрямую будет зависеть и от соперника, и от того, где ты начинаешь плей-офф. Но я думаю, что вы это и так все знаете, и надо сказать, что игра сегодня получилась какой-то необычной, интересной, потому что много моментов, не так много силовой борьбы. И самое, что важно, я хочу спросить у тех болельщиков, которые много смотрят Автомобилиста, болеют, может быть, за эту команду. Меня вот очень интересует вопрос вратаря, потому что на эту игру вышел Матсон, у него это 28-й матч в сезоне, 32 игры провел Бабков и еще 16 было у Галкина. Я так понимаю, Галкин вообще давно уже не играл, но все-таки кто же является основным, по вашему мнению, в Автомобилисте перед решающими матчами всего сезона? То есть кто же все-таки начнет играть в плей-офф? Мне очень интересна эта тема. Что касается вратаря Уфы, то здесь место занял Ежов, и практически на первой же минуте он уже спас свою команду после вот такого броска до Коста. К нему шайба отскочила, но Ежов здесь все почистил. Вообще автомобилист в первом отрезке был лучше, они дважды играли в большинстве. Сперва Данил Алалыкин нарушил правила за задержку, а далее уже уфимцы выехали шиф-шестером на смену. И это четко видно вот на этом повторе, поэтому по удалениям вопросов нет. Автомобилист больше владел шайбой, больше создавал, но у Салавата тоже был хороший момент. Посмотрите, вот здесь Шмелев получил шайбу в очень выгодной позиции, бросал и показал, что там гол, потому что это по языку тела можно было понять по Кадейкину. И действительно, сначала в трансляции не показали этот повтор, он появился только потом в самморе. Но посмотрите, шайба отскакивает от лицевого борта, и Кадейкин направляет ее в ворота. Она немножко так вскользь по его клюшке, и Неучев, Виктор Неучев, молодой нападающий, просто смахивает ее прямо с ленточки, спасает свою команду. Ну, тоже такой необычный момент. И вот, несмотря на все то преимущество, которое было у автомобилиста, можете, я вам потом покажу продвинутую статистику. Салават стал автором первого гола в этом матче. Хмелевский выиграет в сбрасывании, и от защитника начинается атака, в которой Пустозеров получает шайбу. Входит в зону, скрэш, такое движение, он оставляет шайбу. Хмелевский отдает Пустозерову, и Алексей уже фактически в пустые ворота. Мацан отправляет шайбу. Здесь явно не разобрались в обороне екатеринбуржцы, и так легко позволили двум нападающим, можно сказать, разорвать свою оборону. Салават выиграл первый отрезок, и нельзя сказать, что выиграл его по делу, но они гораздо более качественно подошли к своим моментам, реализовали их. А вот продвинутая статистика, про которую я говорил, посмотрите на этот график. Здесь колоссальное преимущество на протяжении всего периода именно у автомобилиста. Это контроль шайбы, инициатива, владение шайбы по периметру в чужой зоне. То есть Салават хоть и наносил броски, у них там около семи набралось за первый отрезок, но какой-то такой полномасштабных атакующих действий за ними не наблюдалось. То есть, как правило, быстрая атака, довели до броска, там сменка и все. Но 1-0, а 0-1 в пользу Уфы ничего не попишешь. Во втором периоде игра не сильно поменялась, разве что Салават тоже почаще стал атаковать, плюс не было удалений, в которых у автомобилиста было много контроля, владения шайбой. И к середине второго отрезка именно Салават смог увеличить свое преимущество в счете, и снова это сделал Алексей Пустозеров. Причем, посмотрите, шайба просто вбрасывается в зону, там борьба Хмелевского и Баранцева, в итоге 55-й номер Салават ее выигрывает, и из-за ворот делает резкую передачу на дальний пятак Пустозеров, не тратя лишнее время на прием, сразу же бросает ее и попадает точно в ворота, причем неудобный бросок прямо под ловушку Мацану, более того, еще передача из-за ворот. То есть, вот на все это реагировать было непросто. Ну и самое важное, опять же, да, что небольшое такое попустительство было в обороне автомобилиста, потому что, ну, с таких позиций нельзя давать бросать, тем более, когда передача проходит из-за ворот, надо все это контролировать, но вот здесь у Салавата получилось. И опять же, надо отметить Хмелевского, который не только забивает в овертаймах, но при этом действует очень полезно, и прямо сейчас вот на флажке уже регулярки у него прямо явная химия с партнерами, вот в частности с Пустозеровым в этом матче, потому что вторая шайба и снова тот же самый ассистент и тот же автор. Десятый гол для Пустозерова, мы его поздравляем. Кстати, на моем канале был розыгрыш его Джерси. Далее, уже ближе к концу периода, автомобилист постарался вновь взять инициативу в свои руки, создавали моменты, но больше до голов дело не дошло. И самое важное, да, что хочу сказать в этой связи, то, что последние две минуты, вот сейчас я говорю, да, у вас вот эти кадры показывают, Салават просто не выпускал их из зоны. Там Дакоста провел около двух минут смену, и на уже прямых ногах докатывались игроки из Екатеринбурга. И что самое важное, обязательно вот момент, как уходит со второго периода туда в раздевалку Николай Заварухин. Он просто устремился туда, как ракета. Было видно, что вот опять же, да, поизукутило, что сейчас там будет очень серьезный разговор. И сразу, забегая вперед, скажу, что действительно удалось достучаться, удалось найти нужные слова, потому что автомобилист в третьем периоде начал с места в карьер и сразу же забросил шайбу. И сделал это Брукс Мэйсик. Очень хороший гол. Там был сначала один бросок, отскок, и в итоге вот умеет то найти вот этот момент для броска, показал, что шайба была такая живая, прыгал, но хоп, и в девятку, и даже Ежов, который по этому матчу здорово играл, ничего не смог поделать. 1-2, и после этого, следующие 5-6 минут, автомобилист не выходил практически из зоны Салавата. Там была атака за атакой, бросок за броском. И казалось, что вторая шайба для автомобилиста, она где-то здесь близко, но Ежов действовал здорово. И первый бросок на шестой минуте только Салават нанес. С третьего периода, там Панин бросил в Мацена и, собственно, немножко позволил своей команде выдохнуть. Там началась рекламная пауза. Однако пауза не помогла Салавату, потому что автомобилист продолжал давить. Там был момент, когда Эберт бросал от синей линии. Казалось, что все, шайба уже точно в воротах. Но она каким-то образом вылетела сюда мимо штанги. Хотя телевизионной трансляцией показалось, что все, это уже точно гол. То есть автомобилист не сбавлял свои обороты. Более того, хочу еще отметить Алексея Василевского, который в этом матче не прощал у финцев. И очень здорово действовал именно в силовой борьбе. Силовых было немного, но Василевский в первом периоде приложил очень прилично Кадейкина. А вот здесь, посмотрите, как уже против Евгения Тимкина одного из самых больших и таких силовых форвардов Салавату не побоялся. И прямо срубил того очень показательный момент. Но вот после этого, кстати, продолжения не было. Но Василевскому однозначно зачет за это. Хозяева действительно здорово начали третий период. Но уфимские полевые игроки в том числе, помимо Ежова, очень много приняли на себя бросков. По итогам игры заблокированных будет аж 19. Но вот этот натиск, знаете, получается, автомобилист давил, давил, давил. Салават вроде гнулся, гнулся, но не сломался. И где-то начиная вот уже с седьмой, когда оставалось 7-6 минут, Салават стал лучше себя чувствовать. Они уже не постоянно отбрасывались, не было такого давления. Может и автомобилист подустал. Но в итоге какого-то такого разящего штурма не получилось. И Салават все-таки убежал пустым воротом. Там был тайм-аут, игра 6 на 5. Но практически сразу там Хмелевский разобрался, отдал Башкирову. Башкиров уже в пустые ворота занес шайбу. Хотя перед этим был интересный момент, когда Дакоста отдавал передачу на Мейсика. И, как правило, Брукс с этой позиции, со своей убойной, коронной, да, с офиса Овечкина, можно сказать, обычно хорошо кладет. Но тут не подстроился под эту шайбу. И, собственно, оттуда контратака пошла. И опять же, да, там выхватывала камера эмоций Заварухина, который такой прям был весь напряжен. Я думаю, ох, не позавидуешь там Екатеринбургцам, которые сейчас пойдут в раздевалку. Во всем остальном Салават в итоге довел дело до победы 1-3. Не сказать, что это не заслуженно. Это заслуженная победа, потому что Салават, особенно вот в этой серии, да, когда они до этого 5 матчей выиграли, пусть там проиграли Сибири по булитам. Но у Салавата появилась вот эта целостность. Да, они могут играть в обороне, их могут поддавить, но они умеют выдержать. И, что самое важное, очень трепетно относятся к своим голевым моментам. Ну и, конечно, нельзя не отметить Александра Хмелевского, который сделал ассистентский хет-трик и во всех трех шайбах принял участие. Причем это такое участие, когда, я вам скажу, передача даже ценнее гола. Вот, например, первая шайба, когда отдавал Пустозерову, да, фактически уже на пустые ворота. То же самое, передача из-за ворота. Это вот, да, Пустозеров молодец, что находился где нужно, но, извините, оттуда не каждый отдаст. Ну и на третий гол то же самое. Так что, я думаю, что автомобилисту не стоит унывать. Я действительно давал прогноз. По моему мнению, автомобилист должен был хоть одну игру у Салавата зацепить, но, видимо, тенденция этого сезона продлилась. Для текущего автомобилиста Салават Юлаев крайне неудобный соперник. На этом у меня все. Обязательно напишите свое мнение по этому матчу в комментариях. Я, если честно, уже жду, не дождусь, когда же начнется плей-офф. Потому что это будет нечто, я уверен. Поставьте лайк этому выпуску, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Выигрывайте вот эти замечательные призы. Там до 28 февраля продлится конкурс. Ну и, конечно, вам еще чуть не забыл. Вот сейчас будет на экране много умной статистики, разные характеристики. Топ-5 самых быстрых, лучшие броски, самые быстрые игроки. Так что все это изучайте, смотрите, можете нажимать паузу. Ну и, конечно, самое главное, друзья, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго!